Рекультивацию полигонов Костина и воздействие свалки на окружающую среду обсудили на публичных слушаниях в администрации города. Исследования воздуха над полигоном почвы и подземных вод показали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Среди них железо, аммиак, сульфаты, хлориды и другие. Радиационных аномалий на территории свалки не обнаружено. Технологи рассказали, что на объекте планируется обустроить очистные сооружения, положить новый слой грунта, а также проложить вертикальные трубы для сбора и выпуска биогаза в атмосферу. Завершающий этап – это посадка травы и кустарников. Присутствующие поинтересовались, может ли появиться на месте полигона мусоросортировочный завод, на что получили ответ, что это слишком затратно. Все мероприятия по рекультивации запланированы на 5 лет. Данное мероприятие, разработка данной документации нам в первую очередь потребуется для формирования и направления заявки в государственную программу для получения федерального финансирования на проведение мероприятий по рекультивации.